Всем привет! В этом видео хочу рассказать про мини-пк от Geekom. Модель называется Mini IT13. Я как-то летом записывал на версию IT11. Если не видели, посмотрите. На этот раз конфигурация очень интересная. Это Core i7 13-го поколения. 14 ядер, 20 потоков, 32 гигабайт оперативки и диск на 1 терабайт. Цена уже, к сожалению, довольно заметная. 63 900. У нас, скорее всего, будет какой-нибудь промокод. В описании укажу. Есть у них также на Core i5 16-512 и на Core i9. Но, на мой взгляд, целесообразнее промежуточную версию взять на Core i7. 1 терабайтного диска хватит, я думаю, многим. Есть доставка по России. Гарантия. В этом плане все отлично. Ссылочка будет в описании. Давайте посмотрим, что там по комплектации. Металлическая пластина для крепления мини-пк либо на стену, либо за монитором. Соответствующие винты. Инструкция. Там указано, как его разбирать. Посмотрим, что там внутри, естественно. Ну и кабель HDMI. Коротенький. Могу отметить. И внешний блок питания. Довольно приличный по габаритам. Из плюсов могу отметить, что кабель очень длинный. Практически 3 метра. Ну и сам блок питания на, если округлить, 120 Вт. По разъемам. Давайте посмотрим. Спереди у нас два разъема USB версии 3.2 Gen 2. Естественно, есть под наушники 3.5 мм. Ну и кнопка питания с подсветкой. Корпус. Внешняя сторона это пластик такой вот шершавый. Сбоку слот под microSD карточку. Проверил свою. Скорость можете видеть. 130-100 мегабайт чтение запись. Ну и сзади находятся все основные разъемы. Круглый разъем под питание. Два USB Type-C четвертой версии. Два HDMI второй версии. Еще один третий USB 3.2. И еще также обычный полноразмерный USB 2.0. Из особенностей можно отметить, что в этой версии Ethernet на 2.5 гигабита. Что хорошо. Также сверху видите радиатор охлаждения. Естественно, здесь есть кулер по шуму. Расскажу вам чуть позже. Разъемы все необходимые есть. Тут в этом плане проблем не должно быть. По весу чуть больше 500 грамм. Габариты можете видеть на экране. То есть действительно мини-ПК. Компактный корпус. Ну и довольно интересное железо. Ну давайте посмотрим, что там у нас внутри. Откручиваем задние четыре ножки. Обычная крестовая отвертка. Здесь будьте аккуратны. Резко не дергайте, так как идет шлейф. К которым можно подключить 2.5 дюймовый SATA диск. Если будет необходимость увеличить объем встроенной памяти. Здесь это сделать можно. По оперативке два модуля по 16 гигабайт. DDR4. Модули, насколько тут вижу, HiNux. Опять же 32 гигабайта хватит для большинства задач. И также хочу отметить, в отличие от предыдущей версии. Здесь есть еще дополнительный слот под накопитель. М2 формат здесь 2242. То есть укороченный вариант диска. То есть по сути вы можете поставить аж три накопителя в этот маленький корпус. Это прикольно. Ну и сам основной у нас М2 накопитель 2280. PCI-Express Gen 4 хочу отметить. Ну и давайте посмотрим, что он показывает у нас по различным тестам. Из особенностей также отмечаем, что Windows 11 Pro из коробки лицензионно. Все как положено. По Wi-Fi 6 и чипсет от Intel. По скорости он показывал максимум 2000 мегабит. Подключение, что в принципе отлично. По накопителю можете посмотреть модели. Elixar, SSD, опять же PCI-Express 4 версии. Скоростные показатели тоже очень и очень хорошие. Чтение 5000, запись больше 4000. И случайное чтение, случайная запись 64306. Также очень приличные показатели. По процессору кодовое имя Raptor Lake. Из особенностей могу отметить, что здесь двухкластерное решение. 6 плюс 8 ядер и соответственно 20 потоков. Кэш третьего уровня 24 мегабайта. TDP максимум 45 ватт, как указано. По оперативке я вам ранее говорил. Можете посмотреть номер модели, серийный номер, если опять же интересно. Типичная мощность процессора, как я вам сказал, 45 ватт. Из особенностей могу отметить, какие здесь у нас лимиты, получается, по энергопотреблению. 35 ватт и, как я понял, 80 ватт. Ну и по тестам. По процессору, как можете видеть, довольно хороший результат. Верхняя строчка. Близко к Core i9 11900K. И рядом с 16-ядерным Xeon E5 2670. По оперативке тут еще лучше. В Geekbench в одноядерном 2300, в многоядерном 11000. Также отличный результат. По графике практически 16000. Чтобы вы примерно понимали, если сравнить с другими результатами. Это уровень GeForce GTX 950. Radeon Pro 560. Ну, примерно в этом диапазоне. Далее. Cinema Bench 24. В одноядерном набирает 100 баллов. Это немного хуже, чем Apple M1. Как можете видеть, Apple занимает верхние строчки. Но зато лучше, чем AMD Ryzen 7 5800X. И лучше, естественно, чем Core i7 12-го поколения. Причем довольно существенная разница. Там 74, здесь 100. В мультиядерном режиме уже этот процессор обходит M1. И близко к Apple M1 Max. И также, кстати, обходит Core i9 9880. Ну, то есть по процессору здесь прям все очень-очень достойно. Дальше, по троттлингу и нагреву, по температурному лимиту 100 градусов. Здесь, я думаю, понятно. И максимум, что я видел, 84-86 градусов. То есть с охлаждением все отлично, проблем не заметил. По энергопотреблению также можете видеть, что он максимум даже показывал 77 Вт. Но, если загружать по полной, то есть все ядра, то можете видеть, что как раз энергопотребление у нас ограничено 35 Вт. По температуре, как я говорил, 85-86 градусов. Троттлинга никакого зафиксировано не было, по данным AIDA стресс-теста. И, если задействованы все ядра, у нас скорость 2,4 ГГц. Причем, ну, где-то минут 20-30 этот тест проводил. Все было отлично. То есть, повторюсь, с охлаждением здесь проблем нет. По графике. Как всегда, Metro Exodus проверил. Full HD разрешение и низкое качество графики. Вот здесь, что я получил, среднее значение FPS 34, максимум 53, нижнее значение 21. Это примерно в 3 раза выше, чем показывал Geekom Mini IT11, то есть на 11-м поколении Intel. Ну, то есть, на низкой графике даже вполне можно поиграть Metro Exodus. Но, если поставить графику среднюю, качество Medium, то тут уже среднее значение 16 FPS, минимальное 8 уже неиграбельно. По уровню шума в BIOS есть у нас 3 режима работы вентилятора. Тихий, нормальный и производительность. Тихий меньше 40 дБ, нормальный 41-42, производительный, но чуть-чуть выше, 43. Это, соответственно, уровень шума прямо рядом с корпусом. При загрузке, как всегда, нажимаем Delete, заходим в BIOS и здесь, на первой странице, в самом низу, можете выбрать режимы работы вентилятора. Как это сказывается на производительности, я, естественно, это дело проверил. Начнем с тихого режима, сохраняем изменения, перезагружаемся, запускаем Geekbench. По уровню шума, как я вам показывал, меньше 40, и это под нагрузкой. И по результату мы получили в одноядерном 2400 баллов, в многоядерном 10000. Что будет, если включить нормальный режим? Он, кстати, был включен по умолчанию, что называется, из коробки. Результат подноядерному у нас получился чуть-чуть выше 2500, и в многоядерном уже 11300. В случае производительного режима шума чуть больше будет, но результат, скажем так, отличается минимально. Вот нормального режима, поэтому я бы оставил нормальный режим. Так, по времени загрузки с выключенного состояния до экрана блокировки проходит всего лишь 9 секунд. Вот, быстро загружается, проверял несколько раз, то есть в этом плане, опять же, никаких вопросов нет. Да, по уровню шума, что хочу отметить, даже если выберете тихий режим, без нагрузки, уровень шума, как я вам показывал, будет чуть меньше 40 дБ, то есть где-то 38. То есть, ну, его слышно будет, но шум при этом тихий, однородный, нераздражающий. По сравнению с IT11 шумнее вот эта версия, но если, опять же, закрепить за монитором, то вообще каких проблем не должно быть. И опять же, уровень шума 40 дБ, это вполне комфортно. Так, и по производительности, в случае работы с графикой. Adobe Premiere, полное разрешение, 4K30, таймлайн вообще прекрасно. При этом, обратите внимание, графический процессор грузится довольно прилично, процессор там минимальный, нагрузки 15-20%. Ну, то есть, да, прирост ощутим по сравнению с предыдущей версией, которую я тестировал. И по времени здесь получается ролик 3 минуты 19 секунд. Давайте посмотрим, экспортируем. Тут я немножко ускорил, чтобы вам долго не ждать. Обратите внимание на нагрузку, процессор, как я вам говорил, 15-16%, а вот графика, ну, 100%, то есть, берет основную нагрузку на свои плечи. По времени минута 40, то есть, повторюсь, ролик 3.20 практически, получается, в два раза быстрее он это дело рендерит. По фотошопу файл полгигабайта весит, куча слоев здесь, загружается, опять же, все быстро за счет накопителя. С учетом, опять же, размера файла. И также я заметил, что со слоями он работает еще шустрее, чем 11-й. Памяти хватает, оперативки тоже, диск быстрый. Короче, кто занимается фотошопом, вообще отличный вариант. Причем, повторюсь, даже сложные проекты с кучами слоев, он также хорошо работает. Жена сейчас как раз делает проект и использует его, говорит, что он даже по-производительнее, чем мой Hackintosh. Так, дальше, по приложениям тут вообще говорить не стоит, очень быстро все загружается, моментально. Производительность прям порадовала. Adobe Premiere, запуск тоже очень быстрый, гораздо быстрее, чем на моем Hackintosh. По стабильности тоже вроде никаких проблем не заметил. Да, по железу вам еще не сказал, здесь у нас получается Bluetooth версии 5.2. Все необходимые разъемы есть, Wi-Fi тоже быстрый. То есть, в этом плане, конечно, неплохой получился мини-ПК. А максимальное энергопотребление, что я по статистике видел, где-то 61 Вт было. Но тут нужно учитывать, что и цена его, конечно, будет выше, чем у IT11. Зато по процессору прям очень существенный скачок и по графике тоже. Хотелось бы еще, конечно, протестировать версию на AMD. Постараюсь достать. У этой же фирмы, по-моему, также есть и такой вариант. Но в целом, получился действительно очень компактный девайс. Очень шустрый, хороший накопитель. Проц с нагревом справляется. Но все же хочу отметить, что при полной нагрузке всех ядер ограничивает энергопотребление Проц 35 Вт. Но и без нагрузки все-таки вентилятор работает, не отключается. Если будет хорошая цена, с учетом скидок, то можно даже рассмотреть к покупке. Я бы, например, свою этот грабину, системник, давно бы заменил. В игре не играю на компьютере. Хочешь что-то компактное. Да и сэкономить по электричеству тоже бы не помешает. Мак Мини стоит космических денег. Этот в несколько раз будет дешевле. Ну, на этом все. Увидимся опять же в следующих видео. Постараюсь выложить в ближайшее время опыт эксплуатации Vivo X100 Pro. Либо до Нового года, либо уже на праздниках. Все, всем пока.